Вопрос, который мне написали некоторые прекрасные люди. Итак, Котофеевна пишет. А как часто у вас бывают неосознанные периоды, Евгений? Это когда вы вне сознания. И тут же я решил черкануть сюда и вопрос Андрея, который написал. Это все пройдет. Со мной такое раз в пару лет случается. А как часто у вас бывают неосознанные периоды, Евгений? Я бы даже сказал, как часто у меня бывают осознанные периоды. Потому что если я буду полностью в сознании, ребята, это космос. Это считай, что перед вами сидел бы сейчас Иисус Христос, Будда, Кришна. Мухаммед, Экхард Толли, Роберт Адамс, Муджи. В наше время сейчас очень много просветленных, пробужденных людей. На канале Негодяй ТВ я вчера опубликовал видео, интервью 2019 года с парнем Даниил Зуев. Многие в комментах пишут, типа, что это все развод, ерунда или пацан-наркоман и бла-бла-бла. Но чувак пробужденный, просветленный. Он абсолютно осознанный. Он истинное сознание. Это тот человек, который не отождествляется со своими мыслями нихрена. Вообще он их не принимает за истину. Этот чувак Даниил Зуев и многие чуваки, которых много на нашей планете было, есть и будет. И многие из них для нас это иконы, целые религии, целые какие-то секты построены на этих людях. Они всегда есть и всегда будут. Кто-то из них повествует о глобальной этой бесконечной истине, а кто-то живет дальше. Работает на своих работах, какая бы работа это ни была, и он абсолютно в сознании. И в те моменты, когда эта осознанность приходит, ко мне именно, она может прийти на 5 секунд, на 15 секунд, на 15 минут. Потом ум опять приходит и овладевает тобой какими-то ситуациями, проблемками, ерундой, каким-то планированием. Потом ты опять вспоминаешь, что не отождествляйся с этой глупостью, и бац, опять ты находишься в этом сознании. Ум приходит постоянно, ум приходит каждый день. И если Андрей пишет, что это пройдет, и с ним такое случается пару раз в два года, то это действительно так. У кого-то это случается пару раз за год. Какая-то случилась проблема, ты не знаешь, как ее решить, ты уже испробовал все свои способы, все ресурсы. Ты опускаешь руки, не знаешь, что тебе делать, и это сознание начинает цвести в тебе, и что-то такое рождается и происходит, где ты по-другому на это смоешь. Думаешь, пошло все в жопу, так вот, будет как будет. Отпускаешь абсолютную ситуацию, не думаешь уже, ты уже устал переживать, устал страдать, устал депрессировать, устал решать эту проблему. Ты опускаешь абсолютные руки, и все, вот пойду, как вот плывет эта река, так и поплыву по ней. И как только ты все это отпускаешь, и это течение подхватывает тебя, и куда надо тебя, оно приводит. Приводит к той хижине, которую ты открываешь и думаешь, ой, ёп, макарек, вот как надо было, вот что надо было сделать. Как только ты отпустил все это, отпустил мысли ума, эта проблема решится, все станет очень классно, круто. И на опыте, на своем, у меня было очень много раз, когда ум овладевал мною, и сейчас надо что-то делать. Ум говорит, работаем! Все ресурсы, которые есть, Жека, позвони всем, кто может как-то повлиять на это. Мы должны все вместе это решить, и ты амбициозный, целеустремленный, ты должен вылезти из этого и создать что-то большее, большее. Эти амбиции — это все мысли ума, и они могут все это порешать сложными путями, долгими. Но то сознание, которое есть в каждом человеке, то фундаментальное знание, которое присутствует в каждом, и оно истинное и настоящее, оно может решить все по щелчку пальца. Возможно, ни за день, ни за два, ни за три. И ни за месяц. А почему невозможно? Потому что всегда есть ум, который приходит постоянно. И в самом начале он будет приходить все чаще, чаще и чаще, потому что он привык. Ты живешь на этой земле уже 20 лет, или 30, или 40, или 50, он привык быть здесь хозяином. Эти фундаментальные знания, которые дают тебе по-настоящему приятную, настоящую, вкусную жизнь. Не каждый может это сразу испытать на себе, проверить это, потому что ум всегда рядом. И когда происходят какие-то ситуации, где личность и ум хочет как-то отреагировать на это, ну, например, приходит твой товарищ и говорит тебе какие-то неприятные вещи, где твой ум обычно оправдывается, начинает спорить и хочет победить в этой дуэли, в этом разговоре. И как только я увидел и услышал какой-то комментарий, который должен привести меня к какому-то не очень приятному диалогу, в этот момент сознание приходит быстрее, чем оно приходило бы 4-5 лет тому назад. Потому что это уже вошло в привычку. Привычка, когда я очень часто реагировал на какие-то ситуации, и личность овладевала мной, и ты уже наговоришь очень много лишнего, там какой-то скандал создаешь, сам нервничаешь, другие люди нервничают, и потом ты замолкаешь и думаешь, о, где же было твое сознание, о, Жека, а, ты же ведь мог избежать всего этого и быть счастливым. И тот человек, который вроде бы все это начал, он тоже мог бы быть счастливым, но ты забыл опять про это. Так это забывание сейчас, оно все реже и реже. И как только что-то происходит, лично у меня так сейчас, хотя было по-другому, конечно же, я вспоминал гораздо позже о том, что, где же твое сознание, то сейчас, как только какая-то туча летит на тебя, то я сразу же просыпаюсь и не отождествляюсь с той ситуацией, которая происходит. Как? Как не отождествляюсь? У меня есть инструмент, который мне сейчас больше подходит, хотя я пользовался и другими инструментами, которые также могут подойти кому-то и из вас. Раньше я делал так, ты меняешь эту мысль на мысль о том, что я не буду ничего сейчас говорить, мне все равно. Может быть, это будет такая мысль. Или каким бы ты ни был, я люблю тебя. Я так делал. Работает базар о ноль. Но этот инструмент, ему есть место быть, ты культивируешь в себе какую-то другую ментальную сущность. Уму тоже нравится вся эта движуха. Он хочет себе помочь. И говорит, давай мы сейчас исправим ситуацию и будем веселыми. Я веселый, я веселый, я веселый. Будем говорить, я веселый, веселый парень, радость, счастье. Но направив внимание не на подсказки ума и не на ситуационные комментарии, а направив внимание на то ощущение, которое испытываешь ты, не давая ему ярлыка и никакого названия, потому что по своей субстанции, если мы обратимся к квантовой физике, какое бы ни было ощущение в тебе, будь то радость, будь то счастье, гнев, печаль, боль, депрессия, вина, неважно, оргазм, все эти ощущения по своей субстанции одинаковые, они состоят из одних атомов и субатомных частиц. И расстояние между этими субатомными частицами, оно огромное, оно как расстояние между звездами, осознавая и зная тот момент, что вся материя, которая вокруг нас, все мысли, которые мы думаем, это по своей настоящности и естественности являются в большинстве своем, пустота, радиоволна, энергия, хрен поймешь, я могу сейчас вам показать картинку, как это выглядит на самом деле, я уже это показывал, что по-настоящему является той материи, если мы заглянем в микроскоп, той материи, которую мы называем твердой, на самом деле она не твердая, она является на 99,9% энергией, пустотой, пространством пустым, расстояние между этой материи, как от одной звезды до другой, охрененное расстояние, и глядя на свое ощущение, как на энергию, ощущая ее, как энергию, можно дать ей название энергия, направив все внимание туда, где это происходит, обозвали тебя энергией, и ты где, где это ощущается, вот здесь, вот здесь в животе, ощути это конкретно, направь все внимание не на комментарии в голове, а на это, это надо попробовать, это нужно пробовать, потому что, когда ты направляешь на это внимание, то что-то происходит, прикольное, приятное, и глядя на это ощущение, оно становится приятным, потому что, на самом деле, оно всегда приятное, жить всегда приятно, и ты всегда приятный, ты всегда приятный, но ум делает себя неприятным, и некоторые ощущения он делает неприятными, только давая ему какое-то название, это не философия и не мысли ума, это та практика, которую на протяжении пяти лет я очень часто практикую, и я это ощущаю, и сегодня утром, когда мне хотелось есть, и я вел ребенка в садик, мне стоило лишь просто посмотреть на то, где находится то, что я называю голод, как через минуту я не то чтобы перехотел есть, я испытывал некоторое очень приятное ощущение, когда я иногда открываю свой телефон, чтобы посмотреть, какие же комментарии написали вы мне, и когда я вижу, когда какой-то комментарий задевает мою личность, оскорбляет ее, или пишет совершенно не то, что я хотел вам сказать, ум хочет уже как-то отреагировать на это, он хочет оправдаться, он хочет как-то объяснить этому человеку, который написал мне что-то, что ты не прав, я говорю об этом и об этом, но я не иду на поводу, на поводу ума, и обращаю внимание на то ощущение, которое родилось у меня благодаря этому комментарию, и через 15 секунд мне все равно, мне все равно, что мне написали, мне только радостно от того, что я сейчас это испытываю, это классное ощущение, какого хрена, если бы этот чувак мне этого не написал, я бы этого не испытал, я создаю пустоту в себе и вокруг себя, это и есть то сознание, то сознание, о котором я сейчас говорю в этих прикольных видосах, да, уж хотел красненько я ответить на эти вопросы, обалдеть, питомцы, то что waar